Проект военно-исторического музея «Наследие» бронекатер БК-31 принимает участие в онлайн-голосовании премии Russian Travel Awards. Конкурс посвящен туристическим возможностям страны, по его итогам выберут самые интересные локации и достопримечательности от отелей и круизов до национальных блюд и эко-маршрутов. Премия поможет открыть и новые интересные для туристов точки на карте нашей страны. В номинации «Культурно-исторический объект музей» за признание россиян борются 27 объектов. В их числе и мемориальный комплекс бронекатер БК-31. Бронекатер был обстрелен в бою немецкой артиллерии в октябре 1942 года и затонул недалеко от Краснослободска. Экипаж сражался до последнего. Поисковики обнаружили на корабле останки 11 человек. Речной танк подняли со дна Волги 75 лет спустя в ноябре 2017-го. Бронекатер БК-31 – центральное звено нового мемориального комплекса, посвященного памяти моряков Волжской военной флотилии, всех защитников Сталинграда. В мае 2020 года вышел документальный фильм «Бронекатер», посвященный подвигу экипажи. При поддержке фонда президентских грантов создана интерактивная выставка «Бронекатер БК-31. Поиск». Ее увидели жители 20 регионов России. 15 июля этого года президент нашей страны Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия победы советской армии в Сталинградской битве. Председателем оргкомитета назначен заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. 17 июля на обновленной центральной набережной Волгограда он открыл памятник бронекатеру БК-31. Специалисты провели масштабные восстановительные работы боевого судна, очистили корпус, отсеки, восстановили механизмы. Судно, изрешеченное вражескими снарядами, находится в стеклянном саркофаге. Пробойные вечером подсвечиваются красным светом. Сам бронекатер плывет по виртуальным волнам. Комплекс открыт для посещения.